Доброе утро! Сегодня, по-моему, 21 февраля. Мы приехали в Арамболь. И вот замечательно мы успели застали наших замечательных соседей. Они сегодня уезжают. Мы буквально на встрече на Рубиконе. И очень хорошо, что увиделись и заговорили даже на двух разных уровнях, на двух разных левелах. Я как блогер, а Александр Васильевич профессиональный режиссер. И Вася у него профессиональный оператор. К тому же оператор от Бога, как сказал Александр Васильевич. А они... В музее 20 века, в Италиянском музее кино, лишь мой фильм. Мой фильм в музее 20 века. Супер! Как называется фильм? Перестройка, and again, and again. Ага. Вот. И Семенович Филин, он попал в музей. В музей, там где Филини, там где... И я, другую. Александр Васильевич, а может, вот стол вот сюда куда-то перестал? Вот вы... Видите, меня как взрослые собираются снимать. Они не просто снимают виды, а это всё для меня. Вы не в кадре, значит, вот. Вы не в кадре, значит, вот. Вот и выращивай. Вот и выращивай их. А потом тебя из кадра. Вон. Какой у вас ко мне вопрос? Я знаю все ответы. Какова глубина Мариинской впадины? Тебе вот эта фигня когда понравилась? Ну, вообще, мне и фотографировать всегда нравилось, и как-то комментировать. А когда вот... Буквально в конце марта будет три года, как я зарегистрировала канал. Поэтому с тех пор, если у меня в руке нет камеры, мне плохо, у меня трясутся руки. Них держат ноги. Поэтому... Как к этому, Ира? А как к этому относится к вам мужчину? Отлично относится. Он у меня вообще оказался, мой мужчина, кинозвезда. Поэтому... В смысле, в душе. Он не обижается, что ты с ним... Я иду и бубню, комментирую. В начале первый год он... Не обижался? Нет, не обижается. Он относился снисходительно, как бы, к какой-то глупости. А сейчас настолько уже, как бы, ему понравилось. Он сразу только что-то бубнит-бубнит, ворчит, ругается. Только камеру достану. Харе Кришна, Харе Кришна! Ладушки хлопает. Я говорю, а ты чего это? Переобулся в полете. Ой, Вася. Нам придется разбудить еще ее мужа, чтобы она как-то на туру стерва. Муж-то вон там, где-то ходит. Понимаете, что у нас до такси осталось ровно час. Мы за час... А я их должен успеть снять и пойти домой. Я надеюсь, что нет, но я хожу тут вот к шпионю. Я не мешаю. Смотрю, как это делается профессионально. Я так не могу запомнить имя твоего парня. Ну, как бы Саша, как бы вот почти что как вы. Шаши. Его русский зовут Саши. Как произносится Шаши. А кто-то его даже просто Саша зовет. Очень легко. Алло. По-моему, там не камеру ровняют. Там не камеру ровняют. Я запомнил, она из Ростова. Из Ростова. Из Ростова мы сейчас только ночью привезли нашу. Ну, наверное, другая из Ростова. Ростов большой. Вот, вот какие микрофончики, петлички у нормальных людей. Не то, что я. Меня слышно, моего визави не слышно. Вот такую штуку мне надо купить. Сейчас я как раз и посмотрю у профессионалов. Это неудобно. Это проводная петличка. На коммерческих схемах практически никто не пользуется. Это я так. Потому что, ну, я не люблю иметь свою технику, которая не окупается. А по-моему, петлички стоят 30 тысяч. Они радио, удобные, без проводов. Если надо, я просто в аренду их беру и все. А чтобы дома, ну, какой-то звук был. Вот так вот. Смех. Таких вполне достаточно. Сколько тут метров? Метров 6, наверное, у вас этот прорит? Знаю, какая вообще. Шанти, шанти. Спокойно с утра. Давайте я вас прицеплю. Прицепите. Вот так вот. О, у вас такая штука классная. Ее можно спрятать. Да, да, да. Все провода. Проводами меня опутать. Припрятать. Вы молодцы. У вас токси на носу, а вы в работе все. Вот видно сразу. Профессионалы. Нет бы напоследок так побежать в океан окунуться. Вот так вот это самое. Да, а мы здесь сейчас сядем по дворе. Скорее. Понятно, понятно. Ира. Левшенька писала такой стих. По таганку. Не говорил знакомый мафиози, потягивая свой аперитив. Стаганка, Женя. Это грандиозно. Мадонна, мне бы этот крик. Ты понимаешь, о чем я, да? А он тут. И что с этим делать? Ты посмотри. Это просто, да, эквилибристика такая, как в цирке. Я тебе сказал тебе, я тебе сказал, ты поняла, да? Я говорю студенту, вот этот же стиль, ты что? Ну, такая молодая. Да, да, да. Какой не втушенка. Ну, в общем, Вася, я не вмешиваюсь в твою работу. А я втушенка как? Тоже не вмешивается. Я втушенка не вмешивается? Вася трудится, как пчела. Мы обсуждаем молодежь. Так вот. Я молодежь обожаю. Я его люблю. Да, обсуждаем в ключе, что мы их обожаем. Но они другие. А мы уже зубры. Зачем? Зачем? Для таких целей. Не, ну так долго, если я буду интервью устраивать, ой, я заскучаю. Это же столько много всего вы делаете. А что там еще на коленке-то на левой? А я сам себя вижу. Ага. А вот это, вот что? Это звук пишет. А-а-а. Это зум. Вот это и есть зум, да? А потом с двух камер будете монтировать? Ну, зум будет гораздо лучше, чем у тебя. Ох, ух. Мне есть, куда стремиться. Нам всегда есть, куда стремиться. Это точно. Только не пугайте меня профессиональными вопросами. А то я с вашей петличкой сбегу. Я вам 30 лет стремиться, не знаю, откуда. Стремиться. Мы понимаем, куда стремиться. Куда стремиться? Вася, куда ты стремишься в 30 лет? Куда стремиться? Ответь на вопрос. Куда, куда ты стремишься? Куда вы стремитесь, Вася? Куда стремишься? Куда стремлюсь? Да. Светлое будущее. А вы? Ну, а я уже здесь дзен словила. Зачем мне в светлое торопиться? Вы здесь словили. Здесь и сейчас. А я вот что-то пытаюсь словить. А что-то как-то первичное. А ты со мной больше не разговариваешь. А с вами как не разговаривать? Если вы разговариваете. Я нет в кадре, Вазик. Я помогаю тебе дурацкими вопросами. Какова, скажите, цель вопроса, вернее, этого предложения была со мной не разговаривая, чтобы мы стали с вами разговаривать, наверное. Вот я вот тоже про это подумал сейчас. Что ты подумал? Так стремиться куда? Я вот думал. Три года назад, когда я сюда, или четыре, когда первый раз мы приехали, я думал, что я нашел, куда я стремился. Я попал, куда я хотел. Индия, солнце, все это вот шанти-шанти, классно все это вот. Люди у тебя улыбаются, все улыбаются, все классно. А потом я понял, что как-то что-то... Индия, она другая. Я-то вообще сам из Азербайджана. У меня там детство прошло. Потом мы в Россию перебрались. Ну, так значит, чем-то похоже? Солнце, фрукты, общительные люди. Да, да, потому что в Россию приехали сразу вот эти вот лица. Дети, мои ровесники, они старше меня были там лет на пять, когда я приехал. Мои ровесники. Ну, не то, что по развитию, а по взрослому, взрослой отсталости. Потому что человек, когда взрослеет, он... Это не... В этом плохого ничего нет. В этом хорошего ничего нет, когда человек взрослеет. Потому что он взрослеет, становится серьезным, какие-то проблемы, там дела какие-то его. А потом раз, он взрослый, и вот в этих кандалах уходит, и все. А ребенок, он что? Он непосредственен. Он делает, что хочет, говорит, что хочет, а взрослым ставит рамки. Так вот, там вот на юге, где я рос, там как-то у меня детство больше продолжалось, чем у моих сверстников в России. Потом я заметил. Ну, я очень быстро повзрослел когда-то. Так вот, и вернулся я, значит, в Индию. Почему-то вернулся. Ну, в Индию, наверное, в первый раз не приезжать, в Индию возвращаются, мне кажется. Вернулся я в Индию в первый раз, вот, и оно какое-то все родное, близко, хочется сюда приезжать, и что? Второй раз приехал. Классно, все, но как-то все быстро прошло, все. Вот сейчас я в третий раз приехал. Что такое шанти-шанти? Мир, покой. Вот почему все говорят здесь? Шанти-шанти-шанти. И почему все молитвы мандира заканчиваются? Ом, шанти, 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 шанти. Потому что это самое главное в жизни. Мы даже не заканчиваем молитвы словами Ом, любовь, 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 према, према, према. Мы говорим шанти. Вначале шанти, вначале успокойтесь, оставьте свой ментальный вот этот вот океан, который носится, с волнами все разбивает в нашей жизни. Успокоиться. И все остальное потом. Как можно успокоиться, когда ты приезжаешь в очень хороший город? Хампи. Хампи, да. И была в Хампи. Там же эти камни, там храмы, вся эта древность прям... Да, город Побед, Виджая-Нагар. Вот это же супер. Воздух прям история. Ты вот идешь к камням, а это история, воздух, истор. А если еще представить, какой он был 500 лет назад, золотой, в камнях натуральных. Это же супер. Как такой город разрушится? Мне такое ощущение, что он гораздо старше. Мне тоже кажется. Мне кажется, его вообще... Нам, наш экскурсовод, мы взяли индийца-экскурсовода, и он сказал, что у него есть подозрение, что строили Атланты этот город изначально, такие полуматериальные люди, которым было очень легко поставить камень на камень, который вес 200 тонн. Вот игрались как вот камушками, шариками детскими. Вот у меня такое ощущение, да, что... И в какой-то момент дети взяли, бросили свои игрушки, ушли. Да. Камень на камешке остался. Вот у меня вот такие же ощущения были. Смотрели мы все. Мы на один день приехали, закат, все, солнышко село, слона даже по дороге увидели. А мы на той стороне реки жили. Приплыем к реке, а переправы-то нет. Индусы не работают. Почему, спрашиваю, не работаем? Ну вот, мы уже как час не работаем, или уже полчаса как не работаем. Что делать? Тук-тук надо брать. За тысячу рублей. Это как-то... Бездом, да. Ну, разводняк. Кучеряво. Местный, да. То есть, полтора месяца назад приехала полиция и сказала, никого после шести не перевозить. Даже на плоту. Никого. Нельзя. Ну, слезят, в итоге таксисты работают. Ну, за 700 там в группе договорились. Ладно, меня уже начало как-то подколбашить, потому что в таких местах меня вскрывает. Потому что варамболе нет, варамболе все спокойно, все. А если местное энергетически сильное, то оно как-то вскрывается. Какие-то такие эмоциональные... Вот наружу все уходит. Ладно, я сдержался. Приехали домой. На следующее утро нам нужно опять на ту сторону перебираться. Мы подошли, ждем. Много народу уже собралось. А там две лодки. Одна лодка, оказывается, в одну сторону возит, только в одну сторону, а другая только в другую. И в итоге на том берегу куча народу, на этом берегу куча народа. И вот эти две лодки, две лодки курсируют. То есть привезли людей, обратно пустая идея. А мы ждем другую. Ну, как-то несправедливо. Как-то они это... Я вот эти детали стал замечать еще давно. В прошлом году, да, вот такие из мелочей стало все складываться. Да, но это нелогично же. Ну, почему так? Ну, почему до такого абсурда доводится? И что-то меня реально понесло. Понесло по этому поводу. А потом я понял. У меня все проблемы в Индии случаются тогда, когда выходит... Точнее, не выходит, ты даешь волю негативным эмоциям. Негативные эмоции только начинают выходить, все. У тебя начинается серьезная проблема. От маленьких до серьезных. Вот. А вы следуете за ними, за своими негативными эмоциями? Или пытаетесь разобраться, почему, Вася, ты здесь нервничаешь? Почему? Что ты хочешь? Твое глубинное желание. Почему ты сейчас психуешь вот на эту ситуацию? И если задать себе два, три, четыре, почему, и вы докопаетесь до самого того зернышка корня, который можно выдернуть и перестать нервничать. Шанти-шанти. Да. И мне кажется, вот это шанти-шанти, которое все вот так вот говорят, это такая... Ну, когда вот военный идет на задание, он одевает бронежилет, чтобы хоть как-то себя обезопасить. Вот мне кажется, человек, который едет в Индию, он должен такой же себе бронежилет одевать в виде улыбки шанти-шанти. Если он вот в таком виде едет и путешествует по Индии, то у него, скорее всего, проблемы будут... Они будут сводиться к минимуму. Вот. Вопрос-то в чем? Такая длинная подводка была. Вопрос. А что вы здесь забыли-то в Индии-то? В России-то не надо бронежилет-то одевать шанти-шанти. В России все угрюмые ходят, в России всем хорошо. Вот. А зачем вот приезжать в Индию, улыбаться всем, говорить шанти-шанти, как-то себя менять? Можешь же в России спокойно жить и еркать? Ну, я считаю, что все в нашей жизни притягивается по вибрациям. И если у тебя вибрации, допустим, вот уже определенного, какого-то, ну, вот, я не знаю, там они герцы или что, то тебя тянет туда, где и страна ближе по этим вибрациям, и люди ближе по этим вибрациям. Поэтому приезжаешь, как-то так вот все складывается, как река тебя выносит туда, куда тебе надо. Я ехала не чисто к Индии, я ехала вообще во Шрам, к Сайбабе, поэтому и даже не хотела ни путешествовать, не хотела ни океана, ничего, лишь бы вот туда приехать. А постепенно затянула, 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 и уже все мысли были о том, чтобы опять поехать, опять поехать, опять поехать сюда. Вот, и все на дольше, на дольше, сначала на месяц, на два, на три, на полгода. Вот, и дома, когда вернулась у меня, допустим, все там, на две недели я закрыла окна, я не включала телевизор, в темноте, и мне болезненно, менялись обратно вибрации, из индийских обратно в мои питерские. Буквально я кожей чувствовала и плакала две недели, вот, а потом немножечко сравнялась. Ну, я не знаю даже, как вот это вот объяснить, но мне здесь очень нравится, гармонично для меня, для моей души эта страна. И эта страна, и эти люди, как дети, улыбчивые, наивные, хитроватые, но умный человек не может быть неплутом, вот, поэтому тоже из-за этого индийцев люблю. Вот. Нравится, нравится, очень нравится. И в России у меня даже вот, я приезжаю повидать родственников, но я себе всегда, даже вот насчет съемок, да, я напоминаю, достань камеру, у меня нет вдохновения, мне не хочется как-то вот, хотя я находила радости, жила же я там, сколько там, ну, 42 года. И опять же, смысл жизни уже появился с прихода в мою жизнь йоги и философии йоги. Вот когда я стала глубоко разбираться уже, ну, не глубоко разбираться, а пытаться глубоко разобраться как-то, да, философских вопросов, тогда и появилось больше смысла в жизни. Вот, а так иначе все казалось каким-то бессмысленным. Ладно, вот я вот сейчас вот ехал в автобусе вчера, в автобусе, и меня пригласил сесть рядом с ним один индус, не знаю, индус, не индус, короче, он представился мне мастером йоги. Вот парень моложе, чем я, ну, видно. Вот, и он мне так очень активно стал рассказывать, какой он мастер йоги, какая у них там йога, и то, что я должен обязательно к нему приехать, там, он очень любит русских, там, и вообще деньги не вопрос, как бы, это вообще все бесплатно, и вот, как бы, он, он готов меня обучить секретной йоге. Ну, по большей части это погоня за преданными, а в более дальнем прицеле за их кошельками, в общем-то, здесь тоже много мошенников, поэтому вам и чакры поправят, и ауру заштопают, вы только согласитесь, только слушать согласись. И вот мне предложили секретную йогу, мне сказали, ты знаешь секретную йогу? Я говорю, нет, я не знаю секретную йогу, я знаю алко-йогу, я знаю хрена йогу, он говорит, да, 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 такая йога, есть как бы, вот, и у меня возможность была встретиться с мастером, я-то в Индии, я-то вот, здесь они вообще гуляют просто по дороге, эти мастера, прям, у меня-то возможность была, а вот у человека, который в России, как он поймет, в какой ашрам, в какую секретную йогу ему идти, может быть, ему какая-то определенная, как, интернет, доверия нету, вот так вот, тут только личное общение, я-то вот, я увидел человека и понял, да, это мастер, ну, ладно, и кая, да, и немножко амбре, как бы, идет, да, вот, это уже все, если только есть один процент сомнения, я понял, это мастер, как бы, да, в чем-то в другом, это мастер, а вот, как вот пообщаться по интернету и понять, или ехать в определенное место, в ашрам, вот, проверенное место, ашрам, опять же, был где-то в ашрамах, в Ширвана Малая, допустим, ашрам Шри Романа Махарши, там, были в Романа Махарши, вот, да, вот, Романа Махарши, ашрам, вполне-то, это просто такая коммерческая аттракцион такая, ну, я думаю, да, Роман Махарши сам не создавал, как бы, ашрам, вокруг него собрались люди преданные, начали деятельность какую-то, ему совершенно не нужна была никакая деятельность, он с детства в Нирване. Против я ничего не имею, мы приехали, нас очень классно приняли, разместили в номерах, накормили, несколько дней кормили, сказали, оставите сколько хотите, мы оставили сколько захотели, и нам даже дали набор прибывшего в Ашрам, то есть, фотографию Роман, там, вот, то есть, приятно, приятно, ну, такое, значит, на потоке, все, вот такая штука, на потоке. С другой стороны, мы ездили в Гималайя, к Ваканде Махараджи, там потока нету, там вот, люди взбираются в гору, там, из разных концов света приезжают, да, но, их там, ну, мало, очень мало, про него практически никто не знает, ну, 105 лет, и совершенно разный поток, то есть, там ты живешь как дома, в Гималайю, в Аханде Махараджи, а вот в этом Ашраме, ты живешь как в гостинице, в комфортной гостинице. Как вот, простому человеку, вот, чувствуют, мне вот, все, вибрации позволяют ехать в Индию, находить Ашрамы, но, куда ехать, как? Вам надо, наверное, вначале с собой определиться, что я хочу, что я ищу, потому что от этого, значит, определяется путь, куда вам надо, если вы ищете своего мастера по йоге, да, надо, ну, тоже, наверное, я так считаю, что можно запрос во Вселенную дать, готов ученик, появится и учитель, если, если вы готовы, и ориентироваться на чувство комфорта и дискомфорта, все же, все, чтобы к вам не приходило, нужно, опять же, себя в тишину, и слушать свои ощущения, если дискомфорт, значит, происходит насилие, значит, или кто-то вас хочет прогнуть, если только хоть какие-то сомнения появились, вот, значит, или кто-то хочет вас прогнуть, или вы хотите под кого-то прогнуться, чтобы не обидеть человека, а это дискомфорт, это насилие, насилие, это грех, в том числе над собой, поэтому на это тонкое чувство дискомфорта, нужно обязательно ориентироваться в поисках того, что вы ищете, каждый ищет свое, но на это надо ориентироваться, и, конечно, не забывать, что усилия тоже немножко похожи иногда, что-то мне не хочется делать, различать усилия и насилия, усилия этого блага, вот тебе не хочется с утра делать зарядку, а надо, потому что у вас и мышцы расшевелятся, и косточки, и день пройдет лучше, это усилия, и в то же время насилие, что вот не хочется, а вы что-то делаете, и оказывается во вред себе, и в итоге сбивает вас с вашего поиска, но самое главное разобраться, чего ищешь вначале, да, как в этом, Алиса в стране чудес, как мне пройти, а куда тебе надо, а мне все равно куда, ну тогда и иди куда, все равно куда, по какой дороге мне идти? Солнышко вышло, солнышко вышло, мне жарковастенько, так, может куда вот так вот чуть-чуть переползти, что сейчас? Да лучше бы сейчас уже закончим, мне у меня такси через полчаса нужно, хорошо, собираться бы быстро, ну так вы пока просто приглядываетесь, вы наверное пока как путешественник смотрите, или вы уже что-то ищете? про это даже, ну я думал, но серьезно к этому подходить опять же не хочу, потому что не вижу мастеров что ли, ну кому прийти, у меня есть мастера, у меня есть Александр Васильевич, мастер, у меня есть Варри Паулч, мастер по боевым искусствам, он меня с детства воспитывает, да, вот у меня есть два мастера, которые меня сделали, вот, и мою там внутреннюю составляющую, духовную, там, профессиональную, физическую, но, вот когда вот там, вот так вот там, типа вот, уйти там в религию, уйти в медитацию куда-то, да, вот, я вот до этого еще не дошел, не увидел, наверное, запроса не было. Ну, вам, наверное, и запроса не было, и пока рано, поскольку у вас сейчас ребенок маленький, вам, ваша обязанность дать ему уже опеку, помощь, поддержку, зарабатывать для его будущего, на какое-то время, рано еще уходить сейчас в религию, в медитацию, так, чтобы забыть все остальное, пока больше в материальном мире надо обустраиваться, вот, плюс немного, немного, возможно, или религии, или рядом, потому что не обязательно вдаваться в какую-то определенную религию, Бог же един, поэтому все равно вы услышите, провайдеры разные, да, фильм «Пикейт», видели? Да, очень классный, и вообще, я его увидел вообще на хинди, в Мапусе, мы смотрели в кинотеатре, это вообще было что-то, я говорю, я хочу идти в кино, на индийское, но только чтобы по хинди был, и чтобы полная, полная дичь была, смотрю на афишу, голод мужик с этим, с радиоприемником, ну, то, что надо, и когда увидел это, ну, реально, вообще для индий, мне кажется, это даже революционный фильм, да, для индий, который, это настолько религиозный, и тут он такое заявляет, этот инопланетянин, что? А самое интересное, он настолько доходчив, мы-то его видели на хинди, и мы все поняли, а потом, ну, там, через год уже вышел перевод, дублированный на русский язык, ну, да, нюансы какие-то дополнились, но в целом, вся картина понятна, что, может, не каждый фильм, вот, на такую тему похвастаться, что, попробую рассказать историю, без, чтобы все, народы понимали, для языка, так что, да, ладненько, мне кажется, что солнце у нас сейчас, просто, жарит, спепелит, так что, да, я думаю, да, сняли, отлично, взаимное спасибо, да, Алла Вердыр, профессиональной, этой съемочной группы, в виде штатива, бутылки, в виде бутылки, особенно бутылка впечатлила, потому что, да, когда, когда все это на коленке, это здорово, сразу додумались до бутылочки, я бы не додумалась, я бы, может быть, коробки ставила, или много книг, хотя у меня тут нету много книг, вот, в хампе так же эти, камушки раскидали, вроде бы, да, огромный валун стоит на маленьком, в луне, ну, как они так баланс нашли, ну, просто кинули, меня, конечно, Александр Васильевич, сильно пугал, сейчас, я посмотрю, сейчас, сейчас он тебе задаст вопросы, он меня уже морально растоптал перед интервью, потому что, ну, все, сейчас, наверное, там будет какая-то интегральная йога клеток, где я не знаю ни одного слова, я вот вчера мастера встретил, вот тот, я думаю, вот он про это знает, про интегральную, и всякую, я умных слов не знаю, поэтому, вот, хорошо, что у нас разговор, вот я понял, там, вот в его практике, главное, очень периодично, ритмично икать, через каждые, там, 40 секунд, как бы, да, это поддерживание, пилинг с космосом, у каждого, наверное, свои, да, есть секретики, кто-то в транс падает, кого-то трясет, кто-то еще что-то, кто-то икает, возможно, да, посмотрим, ладненько, приятно было познакомиться, спасибо, спасибо, взаимно, а такси у вас сюда приедет? ой, такси приедет, сейчас ко мне домой, потом мы сядем, мы приедем сюда, в Санна Васильевич, потом уже, ясно, в путь, ну, так, тогда уж последнее слово, вы тоже открыли канал здесь, да, YouTube-канал, как у вас канал называется? Параллельно, параллельно, так и называется, параллельно? Параллельно, ну, это с расчетом на то, что, сейчас он называется параллельно, видеоролик называется, параллельно Индия, далее будет параллельно, я надеюсь, параллельно Вологда, параллельно Москва, параллельно Петербург, Ну, вот если получится путешествовать в дальнейшем, то вот такие параллельные истории рассказывать. Почему параллельно? Не потому, что параллельно, что... Пофиг. Да. А потому, что параллельно, что есть основная жизнь, которая протекает у людей там в Петербурге, Москве, там, ну, у меня в Петербурге. А есть другая жизнь, жизнь в путешествии. Вот эту параллельную жизнь мы показываем. Такой документальный сериал получается. Ясно, замечательно. Очень хорошо, что начали. Здесь есть что показать. И здесь этот способ, потому что здесь всё для этого располагает. Если есть техника, всё располагает, потому что времени много. Хотя его в последнее время перестало хватать. Но всё равно его много. Сидишь себе под пальмой, пьёшь кокос и монтируешь. Так и прямо под пальмой монтируешь. Да, да, да. Главное, чтобы кокосы сверху не падали. Или снимаешь. Удобно. Это как, когда кино снимают, хорошо выезжать в экспедицию. Когда вся съёмочная группа выезжает в экспедицию, и всё кино снимают за один присест. Выехали и сняли. Тогда кино живое. Ты им дышишь. А когда ты одну сцену снял месяц назад, другую через полгода, когда это кино растягивается, очень тяжело удержать этот момент. А когда у тебя всё здесь сразу происходит в экспедиции, ты снимаешь, монтируешь и сразу показываешь. Я ни разу такого не делал, чтобы я снимал, монтировал, загружал на YouTube ролики. Я нашёл в YouTube такая функция, есть отложенная публикация. Здесь же интернета не очень. А так ты смонтировал, нашёл вот интернет, загрузил там три ролика. И они у тебя с периодичностью там у меня в среду и в воскресенье они выходят. Очень удобно. Вот такие функции нашёл. И вот когда вот этот организм живёт, вот кино вот и лепишь, тогда что-то происходит. Да, YouTube это вообще здорово. Мне так понравилась вся эта вот идея. Молодцы, кто открыл YouTube, сделал. Просто у каждого может быть свой канал. Если есть что сказать, если кто-то хочет тебя слушать и это кому-то интересно, то можешь делиться. Каждый может делиться своими жизненными наработками, опытами, лайфхаками. Я вот ещё боюсь, чтобы это не превросло в графоманию. Потому что я не считаю, что я настолько опытен и мудр, что готов делиться своим опытом, да? Но я готов делиться своими эмоциями. Вот у меня задача делиться своими эмоциями. Вот я делюсь своими эмоциями. Да, Индия всё-таки страна, которая просто декорацией. Страна декорацией. Поэтому это же здорово, да, делиться эмоциями. Иногда такое ощущение, что идёшь по улице, а не в театре ли ты находишься? Вот эти все люди, которые вокруг тебя, может быть, у тебя не актёры. Потому что я поначалу ловился на мысли. Такое ощущение, что ты проходишь, а за твоей спиной эти индусы перестают говорить по-индусски, и говорят по-русски. Вот. Ну, такой глюк был, и... Может быть, сильно это всё декорация? Вот ты вот оборачиваешься, а они опять и дома поставили, а так это всё шину такие. О-о-о, вы уже близки к просветлению, вы уже понимаете, что такое это... Что действительно декорация? И все артисты на этой сцене жизни. Потом поменяются роли в следующей жизни. Будем играть другие роли. Молодец! Если все артисты... Не зря вы там рядом с Ару Началой жили, в романах Махарши о шраме. Если все артисты в это самое, то получается... Кто зритель-то? Кто наблюдающий? Кто наблюдатель? Кто артист? Кто наблюдает? Бог наблюдает. Бог зритель. Вы чувствуете иногда, что за вами кто-то смотрит? Есть вот какое-то око, которое наблюдает, любящее око. Я иногда чувствую, что я смотрю. Да, и вы же деятель, и вы же наблюдающий. Да, вот когда вот всю эту шелуху откинуть, то это даже видно. И зрительный зал видно, и сцену видно. И все это в одном глазу. Кто-то... Я вот тоже все время, когда по Индии иду, и я вижу, что кто-то смотрит моими глазами. Кто смотрит моими глазами? Это интересно. Вот Индия как раз способствует тому, чтобы здесь не мчаться, как сумасшедший, куда-то в офис, обратно из офиса в пробку, в метро. А вот именно вот наблюдают... Такие вопросы углублятся глубже, глубже. Кто наблюдает? Зачем наблюдает? Что видит? Почему? 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 А у вас еще сейчас тоже хороший период. Ребенок маленький. Он со своими почему подрастает? Вы тоже с ним будете получать образование свое. У меня... Я... Я сам ему много... Почему могу задать, на самом деле. Вот. Я... Ну, может быть, я наивен, конечно, но... Я его с вами почему достану, мне кажется. Потому что у меня мои почему еще остались. А у него есть ответы на ваши почему? Это же еще интереснее, как ребенок отвечает на взрослые почему. Только у них и надо спрашивать. Потому что, а чего у взрослых-то спрашивать? Они выросли, они уже... Так и стенели. Да, в своих стереотипах. А ребенок, он вот, он открыт. Он все знает. Ну, по большому счету, он все знает. Вот. А образование его ставят в рамки. В какой-то момент будет проходить по улице розовый слон. Ребенок увидит. Какой-то же розовый слон идет по улице. А другой ребенок, который уже повозрослел. А в Берненском? Его же там нет. Мне же взрослые сказали, что розовый слон вообще их нет. Они не ходят. Где они? Один увидит его, а другой нет. Вот пытаюсь как-то в себе этого ребенка еще. Наравне, наравне со своим ребенком. В общем, у вас два ребенка в семье. Ладно, все. В такси через 20 минут мне надо домой. Ага, ну все. Спасибо. Спасибо взаимное за интервью. Какое на интервью у нас просто общение? За общение. Вот так вот. Меня как взрослую снимали. Ой, ой. Давайте я вам отдам вашу эту веревочку. Так, там упала какая-то штука. Нет, вот она просто тянется. Вот это вот. Ага. 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 Александр Васильевич уснул немножко и Саши. А нет, Саши не уснул. Did you sleep, darling? А, он слип. Нет, он не слип. Ага. 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 Главное подано. Карета подана. Карета подана, да? Они запряжены. Ага. Кучер сидит. А, привет. Да. Все. Готово. Ага. Василий Ковалевский. Василий Ковалевский. И вот иногда точно мое лицо выткочит. Ага. Вот. И там будет мой канал. Хорошо. А уже на моем канале, где Василий Ковалевский, там кораблики, все такое, там будет право ссылки рекомендованы. Ага. Хорошо. Параллельно? Параллельно. Так. Ну что? Он уже на мне. Увидимся в следующем году. I like you. I like you. Молодец. Сразу на английский. Напишешь имя вашего гуру, куда вы собираетесь на север? Напишешь ему? Махараджа. Баханди Махараджа. А это где? Харитвар? Махагудам. Это озеро Саттал. Махагудам. Хорошо. Ну и счастливой дороги. Приятно познакомиться было. До встречи в эфире. До встречи в эфире. Делайте видео с Махараджей. Хорошо. А вы кино же индийское видели наше? Документальное. Да, я видела. Но там его мало. Отдельно сделайте интервью с ним. Ну как получится. Душевный Махараджа. Перестрелка канерами. Кто кого там лучше снимет. Все. Бай. 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 Ну такси хорошее. Большое. Бай. 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 Ну вот не получилось у меня большого интервью с мастером. Это Александр Васильевич. Александр Васильевич Киселев его фамилия мастера. Ой, 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 ой. Она не знает придет или нет. Кто-то новый. Ага. Хорошо. Ага. Ого. Такие листья тащат. Ого. Такие листья тащат. Ого. Ого.